АН-25, ребята лёхие, отставанные казаки! Здорово, дневали, братья-казаки! Начинаем обучение повладнению шашкой. Тактика, технические характеристики шашки. Шашка – это оружие с длинным клинком, состоит из лезвия, клинка и рукояти. Рукоять бывает двух типов – донская и кубанская. Вот эта кубанская шашка или кавказская, вот эта вот шашка – донская. Отличие в металлических частях рукояти. У шашки клинок состоит из рубящего ударного конца с центром удара, который находится приблизительно в пятине от носика, это на носик. Вот, и ещё есть центр тяжести у шашки. Завешивается таким вот образом. Для чего это надо знать, чтобы удобно можно было владеть шашкой, чувствуя её отвес, чувствуя её замашистость. То есть для чего шашка нужна? Подходит она больше для фехтования или для утара, или это совместить в ней можно. То есть чем ближе к центре тяжести к ручке, тем она больше угодно для фехтования. Чем дальше от рукояти, в центре тяжести, тем она лучше будет для руки. Значит, донская шашка имеет ещё темляк. Темляк служит для того, чтобы оружие не было утеряно во время боя. Одевается на руку таким образом. Вот такая вот шашка. Ещё есть шашки кучевные. Ей отрабатываются всевозможные фехтовательные движения. Крутка отрабатывается такой шашкой. Она сделана из алюминия. Рукоять деревянная. Ещё спортивная шашка, которая используется для фехтования. Чтобы не травмировать своего товарища. Основа пластикового труба. И утеплитель какой-нибудь, смягчающий удар. Користый материал сверху. Чем-то укрепляется лентой, скотчем или ещё. И вот такие вот кавказские шашки имеют такие вот ножны ещё. Деревянные, обтянутые кожей. И голулом обшитые. Танцкая шашка отличается наличием вот таких вот металлических деталей ледых. Она более тяжеловата, в отличие от кавказской. И рукоять, и ножны отличаются внешним видом.